Да? Чуть громче, пожалуйста. Знаете, я сейчас в данной ситуации буду вынужден избежать ответа на этот вопрос. И вот почему. Потому что вы сейчас задаете тон большой дискуссии. И второй момент. Меня, наверное, вряд ли стоит спрашивать обо всем этом. Потому что я хорошо осознаю, что я уже не успею ничего, кроме того, чтобы как можно быстрее дать моим согражданам после ГУЛАГа, после двух войн, после этих страшных большевистских переворотов, после трагедий, после разрух, вернуть им то, что у них было отобрано на самом деле. Великую культуру, великую музыку трех последних, четырех, пяти последних веков. От Палестрина и Орналда Ласса до Шостаковича, Фендеретского, Прокофьева. Вот это. И то я даже избираюсь всего этого. Моя задача даже не музыковическая. Моя задача скорее политологическая, психологическая, текстологическая. Мне нужно, понимаете, чтобы огромное количество людей оторвалось от этого ужаса, от этой страшной попсятины, от этих экранов, от этого ужаса, от этой школы, от всего этого. И вернулись к собственному мышлению. Музыка – стимулятор мозга. И как эксперт Нобелевского концерта я просто провел эксперименты. Для меня очень важно, что у всех Нобелевских лауреатов в детстве было так случилось. Была музыка. Классическая музыка. Не Тина Тернер. Никто из них, а была великая классика. Так случилось. И они все стали Нобелевскими лауреатами. У них у всех мамы играли, папы играли, Эйнштейны играли. В общем, все. Скрипки кругом, рояли, органы. И когда я задаю вопрос входящему лауреату Нобелевской премии, я задаю вопрос, кто ваш любимый композитор. Вот и начинается фокус. Ну, наверное, многие слышали эту историю, которую я описал и не раз рассказывал, когда я задал вопрос ортодоксальному Нобелевскому лауреату из Израиля, которому тут и пищу кошерную готовили, и полиция, потому что он не мог сесть в машину, ехать на Нобелевский концерт, потому что ему нельзя в субботу садиться в машину, Нобелевскую речь ему писали, потому что нельзя в субботу Нобелевскую речь произносить, и так далее. И тут он заходит, а я ему задаю вопрос, ваш любимый композитор? Он говорит, бах, конечно. Я говорю, ничего не понимаю. Вся Швеция на ушах стоит. Тысячи полицейских охраняют от того, что вы пешком шли 3 километра до концерта Хюсета. А теперь вы тут заходите и сообщаете нам, что ваш любимый композитор, тот, как его все христиане во всем мире называют пятым евангелистом Господа Иисуса Христа. Он говорит, молодой человек. Молодой человек, да? Бах, это мозг. Это мозг всякой науки, это мозг человечества, это мозг мыслителя. Без баха не может ученый работать. Вот так. Говорит мне ортодоксальный еврей из Иерусалимского университета, которому, не дай бог, чтобы молоко было ближе, чем полкилометра от мяса. Понимаете? И который, не дай бог, сядет в машину в субботу, а когда не сядет, пойдет домой и будет слушать пятого евангелиста Господа Иисуса Христа, Иоганна Себастьяна Баха, у которого все время распятие, Голгофа, Мария и все прочее. Понимаете? Вот поэтому я просто призываю ту часть общества. У меня задача уже узкая, понимаете? Узкая. Нет, я когда-то пытался, с молодежью спорил той и той, что-то убеждал, где-то решал избежать конфликта. У меня узкая задача вернуть людям слово, литературу, поэзию на новом уровне, вот неиспорченную школьную, да, музыку, поэзию, мысль, парадокс. То, чтобы зажили мы свои мирные жизни, чтобы перестали их слушать, перестали на них постыл их смотреть. Понимаете? Чтобы мы смотрели великие картины, великих художников, чтобы мы наслаждались поэзией, живописью, музыкой. Все остальное ирелевантно. Оставим их в покое. Пусть они живут. Все равно ничего с ними, с постсоветским пространством сделать нельзя. Это должно пройти несколько поколений, чтобы восстановились генетические коды, чтобы генетическая память после убиенных. Потому что слишком страшная была селекция. Это нескольким поколениям еще придется туговато. Не потому, что плохие политики в данном случае выбрали не тех, кого не выбери. Как в еврейском анекдоте, дочь моя. Все равно. Знаете, да? Вот так вот. Что спасение, да? Только одно. Это индивидуальное понимание, личное окружение, общение, контакт друг с другом, контакт с искусством, контакт с мыслью, контакт с музыкой, совершенно контакт с детьми, музыка, поэзия, литература. Знать друг друга, встретиться друг с другом, слушать детей друг друга, скрипачей, пианистов, поощрять их, потрясаться ими, благодарить их, радоваться им и самим собой, что у нас есть такие дети. Талантливые дети живут сейчас. Вы понимаете, что мы делаем сейчас? Мы рождаем детей индиго, мы рождаем талантливые дети. Как никогда в такие тяжелые времена рождаются талантливые дети. Я даже как-то думаю, что это божий промысел, потому что вот, чтобы поддержать равновесие, баланс в мире, да, сейчас мы рождаем гениальных музыкантов, которые в три года начинают учиться игре на скрипке, а в шесть лет играют, когда непонятно даже механика, как они играют. Когда я рассказываю о Хейфице, а у нас здесь на конкурсе было, то сначала одна вышла шестилетняя такая, махонькая. Я думаю, господи, бывают ли дети меньше? Вышла следующая меньше. Вот такая смешная такая, махонькая, стрекозеночка такая, вышла с маленькой скрипчиком. И как заиграла, у меня волосы дымом стали, понимаете, откуда у нее это в опыте? Так вот, беда вот в чем. Счастье мы рождаем сейчас, очень много талантливых детей, а у них не будет слушателей. Потому что вся система образования, вся система культурологии, она поражена насквозь. Вот в чем беда. У этих маленьких детей два выхода. Или сменить профессию, или уехать за границу, или там, где есть публика, или остаться здесь и работать на то, чтобы появилась публика. Вот третий выход. Делать все возможное. И не мешать тем, кто это делает. Тоже очень важно. Еще вопросы есть? Еще. Последний. Все. Последний. Николай Васильевич, вот мне интересно, вы преподаете в нашем, как бы так понимаем, как педагог в какой-то школе постоянно с детьми работаете? Если бы я сейчас работал постоянно, то я бы не мог к вам приехать. Это понятно. Может быть, какой период? Есть периоды, конечно. Драматический институт, например, периоды. Большие конференции директоров школ. Я сейчас пытаюсь по-крупному взять директоров, например, шведских школ, и на Готланде встречаюсь со всеми директорами всех шведских школ под эгидой правительства. Потому что тут надо менять сейчас, в принципе, не ребенок виноват, понимаете, а система, в которую ребенок попадает, нужно попытаться поменять систему. Я предлагаю другую школу, другой принцип урока, но это уже вообще особо большой разговор. И все это в Швеции, да? Нет. Вот это я предлагаю в России сейчас. Я почти большую часть деятельности сейчас веду в России. Вот сейчас я завтра улечу от вас в Москву, из Москвы на Камчатку. АПЛОДИСМЕНТЫ